Окислительно-восстановительные процессы Человек использует с древних времен, но лишь электронная теория позволила дать им строго научное объяснение. Окислительно-восстановительные или редокси процессы являются электронно-динамическими, так как связанные с перемещением электронов от одних атомов к другим. Эти процессы характеризуются изменением степени окисления. Степенью окисления или окислительным числом называют условный заряд атома, который вычисляют, предположив, что молекула состоит из ионов. В молекуле хлора степень окисления равна нулю. Восстановитель, от которого перемещаются электроны, повышает свою степень окисления. А окислитель, принимающий электроны, понижает ее. В химических соединениях различные элементы могут иметь как одну, так и несколько степеней окисления. Зная степень окисления исходных и полученных веществ, можно составлять уравнение реакций. Прежде всего, необходимо определить окислитель и восстановитель. Степень окисления азота в процессе реакции повышается от плюс трех до плюс пяти. Следовательно, нитрит и он, содержащий азот, восстановитель. Степень окисления марганца понижается от плюс семи до плюс двух. Следовательно, перманганат и он, окислитель. Число электронов, принятых окислителем, должно равняться числу электронов, отданных восстановителем. Поэтому необходимо подобрать соответствующие коэффициенты. В данном случае пять и два. Суммируем уравнение процессов окисления и восстановления. Уравнение примет окончательный вид. В ходе этой реакции из перманганата калия образуется бесцветный сульфат марганца-2. Из всех известных элементов более восьмидесяти проявляют металлические свойства. Металлы это S элементы, кроме водорода и гелия. D, F элементы. А также некоторые из P элементов. Например, алюминий. На внешнем электронном уровне металлов, как правило, не более трех электронов. В окислительно-восстановительных процессах атомы металлов, проявляя восстановительные свойства, только отдают электроны. Способность к отдаче электронов определяется местом элементов в периодической системе и энергии ионизации. Натрий и калий активно реагируют с водой. Выделяется газообразный водород. В растворе образуется щелочь, что подтверждает малиновая окраска фенолфталиина. В соединениях металлы поляризованы положительно вследствие низкой энергии ионизации. Для неметаллов характерна способность принимать электроны. Особенно высоким сродством к электрону обладают элементы 6А и 7А подгрупп, так как для завершения внешней электронной оболочки им достаточно получить 1-2 электрона. Максимальным сродством к электрону обладает атом фтора, имеющий в соединениях только отрицательную степень окисления минус 1. Даже кислород, для которого наиболее характерна степень окисления минус 2, в авторидах кислорода проявляет положительную степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции представляют единство двух противоположных процессов. Окисление и восстановление. Железо горит в хлоре. Цинковая пыль активно вступает в реакцию с серой, образуя сульфид цинка. При взаимодействии алюминия с йодом образуются фиолетовые пары иодида алюминия. Магний, сгорая на воздухе, образует оксид магния. Один из важнейших окислителей — кислород. Окислительные свойства кислорода в пероксидах нашли применение в различных технологических процессах. Например, для отбеливания тканей и бумаги. Пероксид водорода помогает дать вторую жизнь картинам, потемневшим от времени, превращая сульфид цинца черного цвета в белый сульфат цинца. Окислительную способность кислорода широко используют в промышленности. Получение серной кислоты проходит в две стадии. Вначале окисляют колчеданы кислородом, затем полученный диоксид серы окисляют кислородом дотреоксида с последующим растворением в воде. Из сложных веществ типичными окислителями являются вещества, содержащие элемент в высшей степени окисления. Сложные вещества, содержащие элемент в низшей, иногда в промежуточной степени окисления, восстановители. В этой реакции дихромат калия окислитель, а сероводород восстановитель. В результате реакции образуется зеленый раствор сульфата хрома-3. При разложении гидрида кальция водой выделяется большое количество водорода. Гидриды активные восстановители. Один килограмм гидрида кальция позволяет получать 3000 литров водорода. Синтез аммиака из водорода и азота воздуха также окислительно-восстановительный процесс. Аммиак ценное сырье для получения азотной кислоты и минеральных удобрений. При нагревании водород восстанавливает многие металлы из оксидов. Черный оксид меди-2 превращается в розовую металлическую медь. Этот метод используют в металлургии. Наиболее часто применяют в металлургии восстановители углерод и оксид углерода. Восстановление железа в домне протекает постадийно при разной температуре. При выплавке стали в конвертерах, мартенах, электродуговых печах уменьшают содержание углерода и вредных примесей. Углерод удаляет выжиганием под действием кислорода. Методом алюминотермии из оксида железа-3 получают железо. Этот метод применяют в промышленности для получения тугоплавких металлов из их оксидов. Вещества, содержащие элемент в промежуточной степени окисления, могут быть и окислителями, и восстановителями, в зависимости от партнера по реакции. Выделившийся при реакции йод окрашивает крахмальный раствор в синий цвет. В этой реакции нитрит-ион, окислитель. В реакции с пероманганатом калия нитрит-ион восстановитель. Соединения, в которых есть элемент промежуточной степени окисления, как правило, неустойчивы, легко восстанавливаются. В реакции с сероводородом сернистая кислота окислитель. В результате реакции выделяется сера. В реакции с пероманганатом калия сернистая кислота восстановитель. Реакции, в которых происходит перераспределение электронов между атомами одного и того же элемента, называют реакциями самоокисления, самовосстановления. Или диспропорционирование. При нагревании оксида ртути-1 образуется оксида ртути-2 и капли металлической ртути. Реакции, в которых наблюдается переход электронов от восстановителя к окислителю внутри молекулы данного вещества, называют реакциями внутримолекулярного окисления восстановления. При разложении дихромата аммония образуется зеленый оксид хрома-3, пары азота и воды. Разложение бертолетовой соли протекает с выделением кислорода. Из одних и тех же исходных веществ, изменяя pH среды, можно получить различные продукты. Например, перманганат-анион в кислой среде восстанавливается до катиона марганца-2. В нейтральной среде образуется диоксид марганца. В щелочной среде перманганат-анион восстанавливается до манганат-иона. Для реакции, протекающих в растворах, мерой окислительно-восстановительной способности веществ служат окислительно-восстановительные или редокс потенциалы. Определим, например, может ли ион железа-3 окислить ионы галогенидов-калия. Зная величины редокс потенциалов, можно вычислить ЭДС, то есть разность потенциалов окислителя и восстановителя. Реакция протекает при положительном значении ЭДС. Следовательно, только одна из этих реакций может проходить. Из галогенидов в реакцию вступает только иодит калия. Выделяется бурый йод. Энергия ГИБСа связана с ЭДС, окислительно-восстановительного процесса. Процесс проходит при положительном значении ЭДС и отрицательном энергии ГИБСа. Чем больше величина ΔФИ и, соответственно, меньше ΔЖ, тем интенсивнее и быстрее должна проходить реакция, либо технологический процесс на ее основе. Окислительно-восстановительные реакции лежат в основе работы химических источников тока, гальванических элементов, аккумуляторов. Особый интерес представляют топливные элементы, в которых электрический ток получается вследствие окислительно-восстановительной реакции между водородом и кислородом. При электролизе окислительно-восстановительные процессы осуществляют за счет энергии электрического тока. Электрический ток — сильный окислитель и восстановитель. Широкое использование электролиза позволяет получать многотоннажные продукты. Например, каустическую соду, хлор и другие. Множество полезных функций выполняют окислительно-восстановительные процессы. Однако они же иногда бывают причиной отрицательных явлений. Например, коррозии металлов. Потери от коррозии в масштабах земного шара составляют десятки миллионов тонн металла за год. Гальваническое покрытие металла защитной пленкой другого металла — один из способов борьбы с коррозией. Применение гальванических покрытий позволяет получать поверхности с заданными свойствами. В основе жизни на Земле лежит преобразование энергии солнечного света в процессах фотосинтеза. В этих сложных процессах особо важную роль играют реакции окисления и восстановления. Кислород воды выступает донором электронов, а диоксид углерода — акцептором. В азотофиксирующих организмах акцептором электронов является азот. Азот воздуха превращается в растениях в сложнейшие биологические соединения. Солнечное излучение способно направить поток электронов в сторону более богатого энергии состояния. Все живые существа получают энергию за счет окисления органических веществ. Накопленная энергия расходуется на процессы жизнедеятельности организма. В нас самих, в окружающей природе, в повседневной жизни, происходит множество окислительно-восстановительных процессов. Солнечное излучение 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 Продолжение следует...